Всем привет! В эфире программа для тех, кому все интересно. День за днем пролетает месяц, и чтобы не остаться в пролете, мы на дому вовсю грызем гранит науки. Ведь уже заканчивается четверть, но наша программа никогда. И это тоже обучение на дому. Не пропускайте наших уроков. О, угонок! Анонс-шифровка. Каменотес. Молча говорят. Фотоакварель. Бандура и компания. Как тебе? Ну, интересные анонсы. Перейдем к расшифровке. Пожалуй. Ну, каменотес – это тот человек, который работает с камнем. Он его, ну как это сказать, тешит. Может, чешет? Нет. От слова «тесать» я тешу, ты тешишь, они тешут. Не, ну, вроде так, но звучит как-то непривычно. Ну, потому что это слово давным-давно забыли. Но в нашей программе вспомнили. Знаешь, кого еще зовут каменотеса? Может, скульптора? Скорее всего. Какая красота! Мастерство наивысшего уровня. Какие точеные изгибы. Восхитительно. Вы не согласны? По-вашему, это просто непонятная глыба? А так? Совсем другое дело. Теперь и не скажешь, что это обычный кусок камня. Даже язык не повернется. Перед вами один из древнейших видов прикладного искусства. Изготовление скульптуры из камня, как ни странно, начинается с математики. Ведь все нужно рассчитать до мельчайших подробностей. Определить центр тяжести. Высчитать пропорции. Далее мастер лепит макет скульптуры из воска или глины. В некоторых случаях художник изготавливает и отдельные фрагменты для их более детальной проработки. Когда макет продуман до мелочей, пора приступать к работе с камнем. Но возникает вопрос, а можно как-то побыстрее? Увы, нельзя. Это большой риск. Без предварительного макета не обходится создание ни одной скульптуры. Конечно, бывали исключения. Но за всю историю этого искусства такую роскошь мог позволить себе далеко не каждый. Например, Микеланджело. Но за прекрасное творение, думаю, гения можно и простить. Следующий этап – работа с камнем. Да, превратить эту глыбу в произведение искусства не так уж просто. Этот процесс очень кропотливый. На камень наносятся пометки, чтобы мастер знал, в каких местах нужно стачивать будущую скульптуру, и она приобрела нужную форму. Да, создание макета теперь уже не кажется неоправданной работой. И так, шаг за шагом, слой за слоем, камень превращается в шедевр. Кстати, а знаете, чем его обрабатывают? Думаю, многие уже догадались. Основными инструментами для резьбы по камню являются пилы, фрезы и, внимание, алмазные диски. Вот так роскошь. Дороговато обойдется такая скульптура. Но, увы, по-другому никак. Обычным ножом камень не сточишь. А алмаз – это самый твердый в природе материал. Потому его и используют. Но давайте посмотрим, какие же скульптуры создавались в разные времена. Это работы уже известного нам скульптора Микеланджело Бонаротти. А вот творение Донателло. И Джованни Бернини. Да уж, эти итальянцы оставили после себя надежный след в истории. Каменный. Да, из глины лепить попроще. Зато такое супер твердое творение простоит века. Эх, кто бы мой бюст вытесал для будущих поколений. Ты сначала прославься в веках, а уже потом твой бюст вытешут твои потомки. Долго ждать. А ты анонсами отвлекись. У нас как раз на очереди. Молча говорят. Говорят молча? Это же нонсенс. То есть полная бессмыслица. То есть ты думаешь, что наш анонс будет бессмысла? Ну кто же его знает? Ну давай его поищем. Смысл. Давай. Это могут быть рыбы. Или какой-то язык вроде азбуки Морзе. Сидишь себе молча печатаешь. Точка тире. Точка тире. Точка. Смотрим сюжет. Они не глухонемые. Просто глухие. Вы удивитесь, но их язык общения даже лучше, чем наш с вами, устный. Какие уж тут немые. Если говорят они, как выясняется, быстрее, чем большинство людей. Язык глухих состоит из дактильной азбуки, чтения по губам и жестов. Разберемся во всем поподробнее. Дактиль в переводе с греческого – палец. В дактильной азбуке каждой букве русского языка соответствует свой жест. Вот это буква С. Это О. Это Л. А это мягкий знак. Получается СОЛЬ. Многие считают, что язык жестов просто дублирует нашу устную речь. Но это не так. Говорящие на жестовом языке не показывают буквы руками, хотя могут. Это долго. Поэтому вместо дактильной азбуки используют жестовый язык. Он гораздо быстрее. Для передачи смысла информации используется пространство. Далее левый угол. Там стоит кресло под углом 45 градусов, а над креслом лампа. То есть человек может рукой показать схематично предмет. А нам с вами нужно подобрать слово или даже два, описывающие этот же предмет. Так что речь глухих гораздо быстрее и лаконичнее нашей устной. А дактиль оставили в основном для сложных слов, названий и понятий. К тому же в жестовом языке задействованы не только руки, но и тело, выражение лица. И все это участвует в передаче информации. Вот, смотрите. Профессионал с трудом успевает перевести жестовую речь двух собеседников. А после соревнований, что было вообще? Чем занимался интересным? Ну, каждый день у нас были игры, вообще без отдыха. То есть вообще было так спланировано расписание. Каждый день, без пропуска. До конца, до закрытия. Были закрытия игры, завтра вылетели домой и все. А вечером, чем вы занимаетесь? Времени не было совершенно. Ну, не знаю, ну, 3-4 часа отдыха нет. Говорят, дискотеки там были, в ресторан ходили. Но ночью только. Все равно мы домой попадали в 12 часов. Ты что, сил не было совершенно. Многие знают, что глухие люди прекрасно умеют читать по губам. Между прочим, если немного потренироваться, то этот навык можете освоить и вы. Сегодня людям с нарушением слуха жить гораздо легче, чем раньше. Почти во всех телевизорах есть функция субтитров. Продаются будильники для слабослышащих. Специальные, с плоской виброустановкой, которую кладут под подушку. Тут захочешь проспать, не получится. Есть дверные звонки со специальным индикатором. Если звонят в дверь, лампочки в квартире начинают мигать. А захочется перекусить, выручит специальная служба, где ваш заказ примут и без слов. Сегодня жизнь глухих людей ничуть не менее насыщена, чем наша. Они занимаются рисованием, музыкой, пением и даже танцами. Как это происходит, если они не слышат звук? Сложнее, чем у нас, но не менее интересно. Функцию слуха частично заменяет тело. Вы, наверное, обращали внимание, как вибрирует грудная клетка, если вы стоите близко к колонкам или кладете руку на фортепиано во время игры. Это мы чувствуем звуковые вибрации. Примерно так же улавливают звуковые волны и глухие люди. А еще очень помогает чувство ритма, которое есть почти у всех. Так что двери многих вузов сейчас открыты и для абитуриентов с проблемами слуха. Есть еще одно заблуждение, что все глухие говорят на одном языке. Нет. Существуют национальные жестовые языки. Русский, английский, немецкий и так далее. И они значительно отличаются друг от друга. Ага. Значит, глухие разных стран не понимают друг друга. Все намного интересней. Да, в разных странах есть свои жестовые языки. Но при этом есть еще и международный язык жестов. Вот так-то. Это как эсперанто для глухих. Своеобразная система знаков, помогающая глухим иностранцам понимать друг друга. Хорошо, ну а как же изучить язык жестов, если он нигде не записан, спросите вы? Это не совсем так. Да, его действительно сложно зафиксировать, потому что он состоит из жестов движений. Но и в мире, и у нас работа по записи фонем, единиц жестов, все-таки ведется. А происходит это вот так, с помощью камеры. Так что вскоре все полиглоты смогут освоить и этот удивительный язык. Хорошо, что эти языки существуют. Жаль, что мы их не знаем. Тогда бы исчезли многие преграды в общении. Надеюсь, когда-нибудь изобретут таблетку. Съел и выучил 10 языков. Только на выбор. А самому, чтобы учить слово? Да нет. Что? Просто дел по горло. И вообще, что дальше? Анонс, фотоакварель. Фото знаю. Акварель тоже. Но по отдельности. А как их соединить? Сфоткать краски. Да не, глупо как-то. Что еще? Не знаю. Взаимно. Вам нравятся эти фотографии? Шучу. Это картины акварелью американского художника Стива Хэнкса. Одного из самых известных художников современности. Не слышали? Это неудивительно. Многие из нас неплохо знакомы с художниками прошлого. А вот современных мало кто знает. Но я это исправлю. Стив Хэнкс родился в Сан-Диего в 1949 году. С раннего детства он много времени проводил на океанском побережье. Когда мальчик уже ходил в школу, семья переехала в Нью-Мехико. После школы Стив поступил в художественную академию Сан-Франциско и закончил ее с отличием. В 1976 году он начал работать оформителем. Это был период поиска себя. В течение нескольких лет Хэнкс экспериментировал с различными техниками. Писал маслом, акварельными и акриловыми красками. Рисовал в карандаше. И постепенно выработал свой стиль, который он назвал эмоциональным реализмом. Это значит, что главное в картине это эмоции, которые она дарит. Радость, ощущение прекрасного, умиление или невесомую грусть. А что чувствуете вы? Чаще всего Стив пишет людей, особенно самых маленьких. Дети и мимолетные мгновения их жизни – любимая тема художника. Мы не всегда видим лица персонажей, но остальные детали подсказывают нам сюжет, навевают мысли и чувства. Сам художник говорит, что даже не люди, а свет в его картинах – главное действующее лицо. Он заливает все его полотна. Блики солнца неизменно играют на лицах, листве и воде. И все это вместе наполняет эти картины жизнью. Не зря они ему принесли всемирную известность. Стив Хэнкс отмечен наградой Национального общества акварелистов и золотой медалью Национальной академии западного искусства. Он признан одним из лучших мастеров в мире, пишущих акварелью. Не знаю, станет ли он когда-то в ряд с да Винчи и Ван Гогом, но его работы однозначно впечатляют. Вот непонятно мне, эта акварель вечно растекается. У Хэнкса? У меня. А он ими такие шедевры рисует. Интересно, а что у него за марка акварели? Интересно, а что у него за марка мастерства? А, намек понял. Буду учиться рисовать. Хвалю за понятливость. А я и анонс понял. Вот. Бандура и компания. Это куча громоздких вещей. Почему? Ну, говорят же. Убери свою бандуру. Много места занимает. Вообще-то это сленг. А бандура это такой музыкальный инструмент. Огромный? Можно и так сказать. Би-энд-би-проджект. Украинская группа, которая взорвала интернет-пространство своими каверами на известные хиты. Музыканты исполняют самую разную музыку на бандуре и баяне. Их видео на ютубе посмотрели десятки миллионов пользователей. Невероятная энергетика и оригинальная подача. Выступления группы никогда не оставляют равнодушными. Дуэт возник в 2015 году. Татьяна Мазур и Сергей Шамрай познакомились в Национальной музыкальной академии Украины. Как-то в общежитии ребята пили чай и после занятий рассуждали о том, как бы круто звучала на их инструментах современная музыка. Нет, не классика, которую играли годы в консерватории. Непривычные народные мотивы. А именно музыку, которую мы слышим ежедневно, отовсюду. К примеру, песня группы Metallica Nothing Else Matters. Они попробовали сыграть. Эксперимент удался. Дебютная видеогруппа с кавером Nothing Else Matters только за первую неделю собрало около миллиона просмотров на ютубе и стало самым популярным видео с участием бандуры. Сейчас B&B Project популярны как в Украине, так и за ее пределами. Группа активно ведет свой ютуб-канал, где продолжают удивлять своих слушателей кавер-версиями мировых хитов, саундтреками и собственными авторскими композициями. Они посетили сольными концертами Катар, Амстердам, Берлин, Париж, Китай, Канаду, Турцию, а также представляли Украину на Международном экономическом форуме в Швейцарии. Коллектив впечатлил самого Тома Круза, сыграв ему вживую саундтрек к фильму «Миссия невыполнима». Легендарный «Рамштайн» разместили кавер в исполнении B&B Project на своей официальной странице в YouTube. Сегодня посмотрю все их клипы. Я тоже. Таких, как они, называют самобытными. Ни на кого не похожи, сами себя создали и добились успеха. Рецепт успеха был в сюжете. Записывайте, пользуйтесь. А с вами были ведущие Ира и Коля. Смотрите нас в эфире и на YouTube. Несмотря на холода и в юге. До встречи. Пока.